По сути, два павильона здесь, на центральной городской ярбарке, в автомобильных рядах. Оба имеют обозначение авто, автоэлектроника и авто. Для чего все это сделано здесь? Ну, я же вам показываю. То есть вы сюда приходите, во-первых, цена вопроса. Цена вопроса не такая, как в других местах, да? Посмотрите внимательно и можете себе купить то, что вам необходимо. И купить это прямо здесь. Когда мне говорят, почему вы сюда приходите, я говорю, потому что я вижу людей, которые реально работают. С человеком, кто это сделал, организовал, мы знакомы. Ой, ёпсик, мопсик. Аж с 90-го года. Вы помните, да, тогда? Я и на левом берегу продавал аудиозаписи, было круто. А они все время занимались немножко другими вещами. И мы работали, по сути, вместе. То есть, когда я начал бизнесом заниматься, когда у нас открылись кооперативы, потому что первоначальные деньги я свои заработал и еще раньше, в 87-м году. Съездил в Верхний Ураль, скупил самолеты и потом их продал. Но это ладно, мы не об этом. Мы о том, что человек работает, никуда не девается, вы с ним также можете работать и получать себе изумительный результат в ваших автомобилях. Почему центральная городская ярмарка? Да потому что здесь, сегодня и сейчас, и это настоящий центр для автомобилистов. И машины здесь продаются, и покупка запчастей тоже. Но я не затем сюда приехал. Я просто люблю звук и внутреннее пространство своего автомобиля. Не каждый живет в машине. Но по сути событий, чаще меня в машине живут только таксисты. Машина для меня это второе рабочее место. К слову, о звуке мы о нем и поговорим. На уровне со мной только один человек. Но круч диджея в городе не сыскать. Потому что хороший диджей это мертвый диджей. Это мое мнение и мнение другого перца. Мы с ним жили со звуком достаточно давно. И аппаратура была у нас на уровне. То есть верьте мне, а дальше действуйте наугад. Так вот, мы сегодня про шумку говорим в том же павильоне, да, автомобиле. Авто. Вот, я не буду вам эту шумку показывать. Я просто расскажу, что по сути событий, ваша машина не может звучать. Я знаю, я специалист этого делаю. У меня самое лучшее диджейское оборудование. Похоже, оно единственное в России. Настолько крутое. Практически настолько же крутое. Оно есть и в Самаре. То есть, как должен звук работать? Звук должен работать, естественно, в нормальной акустике. Акустика это не металл. Акустика это фанера или все, что с ней связано. Можно из дерева сделать. И тогда это звучит. Вопрос другой. Чем вы собираетесь ездить? И как вы машину собираетесь делать? То есть, если вы собираетесь добавить туда шумку, то вы на ней не будете реально гонять. Потому что, ну, вы понимаете, да? Там, 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 там. Но зато машина будет изумительно звучать. В смысле, не будет вам давать ощущение от того звука, который есть снаружи. И вы можете и здесь кое-что внедрить. Но еще раз говорю. Музыку можете поставить. Но никогда и никогда и не говорите, что ваша музыка будет звучать, как в концертном зале. Ну, это просто ерунда какая-то. Шумка это хорошо. Но бесшумный автомобиль гонять не будет. Вы хотите гонять? Тогда вон ваше сидение. Вон всю обивку. И тогда вы будете гонять на автомобиле с минусом от 200 кг. Вы хотите ездить круто? Тогда сюда. Как может выглядеть ваш автомобиль? Германтик, как правило. В редких случаях это кожа. Давайте все-таки сядем на ваш автомобиль. И что вы будете ощущать? То есть, кожа, она, естественно, даже если у нее есть прогрев, она в любом случае, ну, холодная, естественно. У нас все-таки зима же, правильно, да? А в зиме что вам нужно? Чтобы сели на кресло, и оно прогревалось. Вот, видите? Вот это настоящая кожаная вещь, понимаете? Вот чистая кожа, красивая кожа. И кожа разная. Ставите и ездите, получаете удовольствие. Потому что? Потому что это хорошо, когда у вас еще что-то греет. Вот сидение, естественно. Мы говорим о стиле. Но в нашем случае и это стиль комфорта. Я просто помню другого человека от ТВ, кто зимой садился в виниловый салон моего таункара, подстегивая под себя циновку. Холодно было. А сейчас-то круче. Не буду втирать, но грамотная шерсть. И это мелкие поры для воздуха. А воздух не дает вам замерзнуть. Курс термодинамики могу. Как можно машину облагородить? Покрасить, естественно. Хорошо. А если денег на покраску не хватает? Если хочется, чтобы... Под карбон. Приходим сюда, в этот замечательный павильон. И покупаем себе карбоновые вещи. Просто делайте. Представляете, у вас будет типа карбоновый капот. Никто же не будет знать, что это не карбоновый капот. Хотя будет смотреться красиво. И в действительности. То есть, если что-то сломалось, я не всем говорю, что надо все это дело перелопачивать. Поверьте мне, если вы что-то можете сделать, ну, пункт номер один. Это, естественно, Америка. Пункт номер два. Приезжайте сюда. И вы можете, вот смотрите, разные вещи. Кожа сейчас покажу, если есть такая возможность. Пожалуйста. Вот себе все взять. Любая композиция. И красиво сделать ваш замечательный салон. Почему звучит дерево? Потому что все, что издает звук в 97% случаев, это дерево. Так все и делается. Без дерева инструменты бы не играли. Почему мы такие навороченные? А дело-то было тогда, когда в Магнитогорске было всего человек 100 из тех, кто слышал звук на полмиллиона жителей. Вообще, как бы правило. Я могу и про видеокамеры рассказать больше, чем все операторы города. Меня учили специалисты в ГИКа. Но для этого только мой сын. Потому что другие не въезжают в суть. Теперь естественно звук. Кто еще в свое время монтировал в своих магнитофонах систему понижения звука? Мы вдвоем. Кто знает грамотное диджейство, так чтобы не глушить децибелами? В Магнитогорске только я один. Кто способен ровнять по звуку, а иначе не получит... А я и не видел. Я и не видел. Вот сегодня и сейчас я вам скажу, что в другое место... А у нас есть несколько таких заведений, в которых вы можете купить себе акустику. Есть такие два места, понимаете? Я не знаю, какая там цена на эту акустику. Я не знаю, какая там цена на эту акустику. Но когда я пришел сюда, я-то думаю, в другом месте вы. А когда я сюда пришел? Сто различных конфигураций. Все. Теперь помнится, мы с вами говорили о звучании. Чтобы это было красиво, я вам серьезно говорю, ну не стоит, ну ни в коем случае не стоит все это делать, прихватывать к кузову. Я вам серьезно говорю. Вот посмотрите внимательно здесь снизу. Вот внимательно здесь снизу. То есть вы, в принципе, все это дело можете поставить на дерево. На фанеру. Вот. Вся та же фанера. Конечно, это не будет тот самый изумительный звук. Не будет. Но это невозможно сделать. Но зато, если это фанера, то она будет звучать вкуснее. Поверьте мне, я как человек это говорю. В действительности. То есть даже если вы куда-то вовнутрь ставите, вот видите, хорошая, грамотная фанера. И у нее есть промежуточек. Потому что если вы поставите акустику непосредственно на металл, он весь вибрировать будет. Понимаете? Но никого не бывает такого. Вот. Это, конечно, денег стоит. Но не сильно больших денег, естественно. То есть прежде чем вы что-то поставите, вы зайдите сюда, просто переговорите с людьми, которые этим делами занимаются. Они вам конкретно все объяснят. И тогда, возможно, ваша машина будет звучать нормально. Другой вариант. Другой вариант. Акустика. Мне говорят, что Китай не звучит. Ребятки, вы мне, пожалуйста, не рассказывайте, что Китай не звучит. Я просто был в этом Китае. Мало того, я был в Таиланде. А там хорошо все звучит. То есть мы не будем говорить, что у Китая какие-то проблемы. Нет, абсолютно никаких проблем у Китая нет. Проблем, скорее, с вашими ушами. Понимаете? То есть как люди звук слушают? Они хотят... Ну, я вам серьезно говорю. Я делаю следующим образом. Я слушаю звук на... в максимальных условиях, но на пониженной громкости. То есть у меня максимальная аппаратура 3 кВт. Я реально слушаю звук. Ну, примерно, когда... Это реально круто звучит. То же самое и в машине. Возьмите себе что-то очень крутое. Реально крутое. А потом уменьшите звук. И частота вибрации будет, она будет... То, что вам должно быть. Потому что я не сильно смотрю, как по улице еду, и что-то у человека все взрывается, когда там сверх... сабвуфер какой-то стоит. Говорю, это не получится. Не получится так звук слушать. Понимаете? Потому что, если звук вас обрабатывает, вы не понимаете саму цветовую сущность. Ну, да ладно. Это потом уже. То есть вы сюда приходите и все это дело пообъясняете. Теперь другой вопрос. К сожалению, люди у нас едут по странному. К сожалению. При мне, неоднократно такое было, при мне, люди вырывали... заправочные шланги из колонок. При мне они ездят в страну. Сейчас-то все вы так же можете делать. Мало того, кстати, вот Ваня сидит, который камеру держит, если бы не видеорегистратора, он бы ничего не смог сделать. Поверьте мне, регистраторов куча, качественных в том числе. Теперь, возвращаясь на круги своя, вы ездите где? Вот эти штуки, это антирадары. Их нигде нельзя использовать физически. Зато у нас, в России вы их можете использовать. Ставите себе антирадары и вам это все дело демонстрируют. Когда по вас меряют скорость, и тогда все становится нормально. То есть антирадары работают на большом удалении. То есть если где-то вы слышите пик-пик, а потом пропал, то вы должны знать, что с расстояния полтора километра он это дело сфиксирует. Потому что что только случается. Вот, допустим, человек сидит, да? У него такая штука. и я сейчас вас померю, а потом уберу. Даже если померит, а потом он берет, то где-то это щелкнет. Поэтому как только вам щелчок сказал, айтирадар там, ну и что, мурлыкать начинает, скорость бахтет, потом проедите этого человека и дальше старайтесь ездить с нормальной скоростью, а не так, как люди катаются. Сейчас, сейчас меня начнет тоже колбасить. Представляете, да? Я продал машину, а у меня там был фарадовский кондиционер. Вот такой. Спёр. Спёр человек. Мало того, у меня ещё коробку кончал. Мало того, не очень хорошо он сделал. Ну да ладно. Не в том что дело. Вот. Вот. И ценник. 2200 рублей. Поставили. И оно так не будет съедать вашу батарейку. Хотя, хотя, я же вам ещё раз говорю. Вот. Если вы ставите что-то крутое, да, вы должны понять, что всё, что есть крутое, оно для чего пытается и как работает. то есть оно использует вашу бортовую сеть. Другого варианта нет. То есть грузит реально ваш генератор, грузит реально ваш аккумулятор. Вы ничего сделать не сможете. Поэтому, ну, если у вас что-то реально круто, то вы должны понять, что аккумулятор вы будете менять достаточно часто. за моей спиной есть очень хорошие штуки. То есть, вставляются в отечественные автомобили, да и вообще. То есть, вы можете контролировать процедуру внутри и снаружи. Иногда такое случается. Мы берём, допустим, самый дорогой автомобиль, который вам не рассказывает погоду снаружи. Ставите спокойненько и вам уже температура снаружи продемонстрирована будет внутри, естественно. вот с вами всё прочее, да? Если вы ездите куда-то подальше, да? Что это такое? Вот, допустим, рации. Представляете, да? Можно переспросить и переспросить и переспросить. То есть, вот, допустим, вы выезжаете где-то и где-то какая-то глобальная пробка, а вы знаете, как можно делать объехать. Ну, переспросить, скажите, вот на таком-то расстоянии, я сейчас просто по интернету не сказали, реальная пробка, что там? Вам, естественно, у людей, у которых есть трассы, кстати, автомобилисты, в смысле, грузовики, у них тоже есть трассы, они просто вам скажут, что может быть, туда и не стоит ехать. Там проблемка, сможете справа объехать. Ну, у каждого есть навигаторы, всё, к слову, и навигаторы здесь есть. То есть, мы куда приходим? Мы приходим в то самое место, где всё. Я бы не сказал, что стоит дорого. Я бы этого дела не сказал, зато есть всё. Потому что, чуть дальше я покажу, какая есть акустика. Ну, как-то так. Смысла ехать в другое место я не вижу. Потому что, когда я сюда-то зашёл, ну да, круто. Ну, реально круто. То есть, акустики здесь есть много разных. Навороченных и самых. если я вам говорил, сколько здесь автомобильных магнитол, почти 60, а может быть, ещё и больше, то сколько здесь опустят? О! 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 200. По-моему, 200 штук. Выбирайте любую и ставьте. Можете крутую, можете недорогую. Но главное, что вы должны понять. Павильон авто, их тут две штуки, стоят на центральной городской ярмарке, вам даёт возможность сделать из своей машины внутри. Идеальный вариант. Представляете? Вы сели внутри, даже и снаружи, в том числе, и вы понимаете удовольствие от звучания, от того, что шумка у вас хорошая, качественная, от того, что, допустим, капот вы можете перетянуть. То есть, ну, ребятки, вопрос единственный, вопрос только о вашем удовольствии. То есть, если у вас есть желание ехать в нормальном автомобиле, приезжайте сюда. Почему автоэлектроника? Потому что это я люблю. Кроме всего прочего, вы что думаете, что мои рассказни меня балуют? Да нет, конечно, я люблю слушать специалисты. Мне нравится слушать, а не болтать. Я также слушаю и мотаю на ус, потому что умение слушать это главное. К слову, о звуке. Звучание Онова не оценить электроникой. И для этого надо жить с музыкой, а не колбаситься от Оной. Два варианта. Думайте сами, господа. Так вот, чтобы вы могли понять, как с нами работать. Пункт номер один. Мы дорожим. Мы дорожим нашими товарищами. Дорожим всем, с кем мы будем работать. Однозначно. Поверьте мне. Здесь много-много разных павильонов. Но работать мы будем только с одним. Тут по сути их два павильона. Авто и автоэлектроника. Напротив располагаются. Потому что мы их любим. Они любят нас. и автоэлектроника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.